Ну что, ребят, всем привет. Я выхожу замуж! Я хочу немножко поснимать влог с подготовкой к свадьбе. Не знаю, что получится. Очень сильно разучилась снимать влоги. Хоть что-то, я думаю, наснимаю. Итак, правило номер один. Если вы выходите замуж во Флориде, вы должны сначала получить разрешение на замужество. Это делается в суде. Сначала вы заполняете анкету онлайн. Когда вам выдали эту справочку, вы должны пожениться в течение 60 дней. А если не успеете, ее аннулируют, но вы можете снова пойти и ее взять. Так что ничего страшного. Поженить вас может любой, в принципе, нотариус. Человек, у которого есть разрешение. Даже, по-моему, у моей Юлии есть разрешение на то, чтобы женить людей. Но у нас будет женить специально человек. У нас будет очень красивая свадьба на пляже. Первая церемония официальная. Там же и нас и поженят. Мы распишемся в этих наших документах. И все. Мы едем отмечать свадьбу. Называется ресепшн. Это, в общем, вечеринка после церемонии. Все мы едем к нам в дом. И дома у нас здесь будет очень красивая атмосфера. Мы все декорируем. У нас будет диджей, фуршет и все дела. Я надеюсь, я хоть что-то смогу снять для вас. Ой, я в таких классных просто эмоциях не могу передать. Итак, ну, получили мы наше разрешение на свадьбу. Оно здесь выдается в штате Флорида. За три дня можно сделать до свадьбы. Мы заполнили онлайн ночью. Просто обычные ответы. Они просто проверяют, женаты вы или нет. И все. И на следующий день мы пошли в корт и получили marriage lessons. Называется это разрешение на свадьбу. В общем, здесь во Флориде нужно брать эти документы за три дня до свадьбы. Нам дали на второй день, но пользоваться можно уже на четвертый день. Вот. И все. И вот эти бумажки просто так отдаются человеку, который будет вас женить. Он там ставит свою подпись, я так понимаю. Потом свидетели ставят подписи. И это все дело отправляется уже дальше в суд. И они вас женят. Вот так вот. Так что ура! Мы это сделали. Не было никаких очередей, кстати, на получение этой бумажки. Все было быстренько. Классно. У меня сегодня холостяцкая вечеринка. Она у меня проходит в очень легкой такой форме. Только с подружками, только ланч, будний день. Поэтому больше половины не могут прийти. Но я, в принципе, и так и хотела. Потому что у нас основная вечеринка все-таки будет на свадьбе. Но самое главное, что у меня здесь тихо не со мной. Тихо не. Тихо не. Тихо не. Готовим наш шатер перед свадьбой. Называется видео за неделю до свадьбы. Шатер как в Украине на огородах. Короче, у нас полным ходом идет подготовка к свадьбе. Там у нас миллион человек, которые занимаются декорациями и так далее. Тот, он бегает, бегает, сочинит, все устанавливает. Короче, сумасшедший дом. Хлопоты, но приятные. Посмотрите, какие у нас красивые кольца. У меня такое маленькое, не обращайте внимания. Вообще, в Америке принято сначала дариться engagement ring. Это типа, как сказать, обручальное. А затем, когда вы женитесь, обычно покупают полосочку. А у жениха у меня вот такое красивое кольцо. Я его выбирала. Он немножко сопротивлялся, потому что оно очень дорогое, но в итоге взял. Я говорю, будешь на него смотреть и вспоминать, какая у тебя шикарная женщина. Она будет тебе напоминать. Он сказал, а мне не надо, чтобы он мне напоминает. Я и так знаю. Вот Марина к нам приехала. Марина нам помогала со свадьбой сына. Оформлением занималась, подготовкой. В этот раз Марина занимается вообще всем. Она у нас координатор по свадьбе. Как сказать, wedding planner, в Америке говорят. Флорист, декоратор. Все вместе. Она у нас. Не, вообще, очень она молодец, крутая. Вот такие красивые композиции, создает из живых цветов. Но это еще не конечный результат. Завтра я покажу вам конечный. Мы пока все это формируем, складываем. Все будет красиво стоять на столах. Все мы вам покажем. Помощницы мои золотые. Обращайтесь к Марине. Здесь есть специальная комната для сбора на свадьбу. Марина здесь все нам устраивает. Смотрите, какие красивые букеты. Но это еще не конечный вариант. Она здесь будет их хранить всю ночь. Специальная у нее технология и так далее. Сейчас идет подготовка. И, в общем, вот это вот весь у нас став. Декорации. Ой, дождаться не могу. Завтра свадьба. Еще хотела показать. У нас есть бокалы с гравировкой. Мистер и миссис Вернер. Вернер это фамилия моего будущего мужа. А заказывала этот бокс на Амазоне. Можете в любое имя написать. Они вам сделают гравировку и за пару дней доставят в дом. Молодцы. Обожаю Америку. А то, что здесь все легко и просто. А еще мы будем наряжать Тиффани и Цезаря. Тоже в костюм жениха и невесты. Они будут очень смешными, милыми. Я прямо уже не могу, как говорят в Америке, so excited. Не могу дождаться. Сейчас покажу, как мы все оставили на последний день. Наверное, это нормально, оставлять все на последний день, да, работу. Смотрите, что у нас творится. У нас решили кафель постелить. Тот просто решила, завтра свадьба, а он решил постелить кафель вот здесь. Нормально, да? Все. Вот работаем допоздна. Завтра свадьба. Вот мои помощники в Цезаре Тиффани. И вот еще мои помощники. Женечка, Мариночка. Вон обматываем наш шатер. У нас, говорю, шатер, как в селе. В украинском селе на огородах. Еще пока не готов. Завтра увидите, какая красота будет. В общем, тут столы у нас будут стоять. Пока ничего не готово. Вот пустота. Пустота и собачки мои. Хотела вам показать, как в Америке дарят подарки. Например, если день рождения у ребенка или свадьба, baby shower, любое мероприятие, обычно составляют, знаете, такие листы с пожеланиями того, чего вы хотите. Например, я составила wedding register на Amazon сайте и отправила всем гостям, кто приглашен на свадьбу, вместе с пригласительными. Link, ссылку на этот лист. И, в общем, они, если им что-то нравится, они просто кликают на это. И это отправляется автоматически на мой адрес, где мы живем. То есть им не нужно ничего таскать с собой. Я здесь понадобавляла, знаете, подарков на любой вкус. Ну, как говорится, мало ли. Даже компьютер Apple поставила. Чашки, ложки. Некоторые вот уже продано, да. Очень много тут всякого-всякого. И очки. В общем, то, что мне нужно было, я сюда и поднадобавляла. Посмотрим. Все, мы приехали с подружками и невестой ко мне на квартиру собираться, краситься. Я вот буду сама себя красить. Сейчас еще видит моя подруга стилист. Игра нам поможет сделать прическу. У меня будут два платья. Одно вот потом я буду переодеваться на дочеринку. И одно будет на церемонию. Потом, вы видите, в общем, сама себя сейчас буду красить. Водичка, Alkaline. Совершенно непрофессиональное видео получается. Но я сначала хочу сделать глаза. Потом уже в самом конце, перед выходом, буду делать тон. И прическу потом. В общем, все, я поехала. Что, наша подготовка к свадьбе в полном разгаре. Моя подружка невеста номер один, Яна. Подружка невеста номер два, Женя, тезка. Моя подружка и фотограф по совместительству Валерия. Что там? Подипал. И где же Ирина? Где же Ирина? Ирина. Что вы там делаете, Ирина? И подружка номер три, Ирина Билка. Ира будет помогать мне делать прическу. Ира, кстати, профессиональный make-up and hairstyle. Стилист. Но я сама себе делала, потому что я люблю сама себе делать макияж. А вот с прической, конечно, надо, чтобы мне Ира помогла. Все, мы почти готовы. Почти готовы. Вот девчонки будут в таких длинных, красивых, элегантных платьях. В одинаковых. У меня будет вот это платье номер два на выход на, как сказать, ресепшн. Это когда будет вечеринка. Платье номер один вот будет более-менее элегантное. С фатой очень красивой. Это вот платье для Сары. Швейная машинка. И покажу вам. Это, кстати, вот это мой красивейший букет. Очень красивый, необычный. Я в машине уже отречу. Класс. И у нас еще три букета красивых для подружек-невесты. Они у нас одинаковые, красивые. Слушай, вот так мы собираемся. Скоро-скоро день Иксу. Так, где еще наши подружки? Подружки еще одни. У нас еще два платья и две девчонки. Две девчонки тоже собираются. Да? Да. Все, мы приступаем к прическе. Ирочка вот собирает мне. Как это будет волна. Все как-то будет на одну сторону. Очень будет красиво. Это популярная прическа для Несли. Розова! Сижу я такая. Мне выходит моя подружка-невеста, Женя. И выносит пакет с Тиффани. Говорит, это вам. Тебе и Таду. Представляете? Мне никто никогда в жизни Тиффани еще не дарил. Вот так вот. Спасибо большое. Очень приятно. Поздравляем. Я даже не знала, что там. Так я с Тодом же должна открыть? Женя, я должна с Тодом открыть это? Не-не-не. Могу сама? Да. Окей. Окей. Аккуратненько. Аккуратненько. Что-то... Да, нет, нет. Да, очень. Спасибо большое. Нам наверх подойдет. Под интерьер. Thank you so much. Девочки, смотрите, какую я обувь нашла на сайте Amazon. Вот такие стразики у всех, у подружек невест такие, потому что мы будем на пляже, чтобы не проваливались комочки. Десова и сердито. Ну что, я готова выходить замужем. Мне присылают сейчас фотографии подружки с пляжа. Они уже сидят, нас ждут. Мы опоздали. Я забыла два телефона. Мы едем в лимузине. Ну, как всегда. Без невесты все равно ничего не будет. Ничего. Ой, вообще, посмотрите, какой букет. Посмотрите, какие подружки. Я такая красивая. Все, ребят, не могу. Боже мой, и все. Все хорошо. Я люблю всех. Ура. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...